А баскетбольный Металлург свои первые матчи в новом году провел без потерь. Магнитогорцы сумели взять убедительный реванш у Динамо МГТУ из Майкопа за октябрьское поражение в столице Адыгеи. Как это было, расскажем далее. Майкопчане традиционно неудобный соперник для магнитогорцев. В конце октября прошлого года Металлург дважды проиграл на выезде, причем оба поражения получились досадными. В первом домашнем матче наша команда быстро повела плюс 10, но к исходу стартовой четверти позволила сопернику заметно сократить разрыв 21-18. На старте следующего тайма хозяева вновь оторвались на 10 очков, но и теперь дали хозяевам приблизиться вплотную. Однако тренеры не спешили возвращать на паркет лидеров, давая возможность игрокам ротации самим исправить положение. Пускай проявляют характер, пускай включают ресурсы свои, а что получается нужно только из-за стартов пятерки вырезать? Нет. Поэтому я терпел, я терпел, но потом какой-то тайма даже пришлось взять, чтобы команду вернуть, и мы сразу опять оторвались на 10 очков. К большому перерыву на табло горело 51-39, а к исходу четвертой минуты следующей четверти хозяева уже вели с разницей плюс 19. Однако соперник совершил впечатляющий рывок и сократил отставание до 9. Но магнитогурцы не дали интриги возродиться. Одним из главных героев этого отрезка стал Сергей Расказов, набравший 9 очков, а всего за матч он заработал 22. Как-то мы поживее выглядели, посвежее. Попали больше бросков там, я, допустим, тяжелые какие-то броски попал. Парни трехочковые, под кольцо получилась игра. Ну, в принципе, все получалось. Нет такого, что где-то, конечно, пропустили трехочковые, дали им забить, почувствовать, чуть-чуть вернуться, но, в принципе, игра была под контролем. И этот контроль хозяева сполна продемонстрировали в заключительном отрезке, в котором довели свое преимущество до солидного – 108-87. Стоит добавить, что концовку целиком провели запасные игроки магнитогорцев и сделали это уверенно. 22-летний Семен Красильчиков, который до этого набирал в среднем 5 очков за игру, в этот вечер заработал 15. Конечно, скамейка должна наша помогать, потому что у нас под обед, ну, не должен он играть 30 минут. 22-25 – это максимум. Тот же рассказывает. Они вышли, свое дело сделали, потом молодежь пошла. Начало второго матча у хозяев не задалось. В стартовой четверти они набрали всего 9 очков против 17 у соперника. К большому перерыву отставание магнитогорца сократили, но до настоящего перелома дело пока не дошло – 33-37. А вот третий тайм кардинально изменил ситуацию. К его экватору «Металлург» вышел в лидеры и в оставшееся время только наращивал свое превосходство. Итог – 85-68. Следующий матч команда проведет дома против Ставропольского «Динамо» в субботу и воскресенье. Начало игр во дворце Рамазана – 17.00. Продолжается Фаркадий Стариков, телекомпания ТВИН.